Сошедшее с крыши глыбы снега буквально раздавило припаркованный автомобиль. Хозяева считают, что это было подстроено, и снег сошел не просто так. Дело в том, что по чатам бизнес-центра, рядом с которым стоял автомобиль, разошлось видео, на котором некие веселые граждане ожидают, как на машину рухнет снег, и дожидаются. Смотри, она орет. Сейчас поедет, смотри. Смотри сторонку, Саша. Да ладно, б***им, кадр. Я так думаю, что это было специально все это сделано, потому что были какие-то стуки. Видео было заранее включено, и они ждали, что вот-вот грохнется. Машина стояла вот здесь, и они прям целенаправленно, видимо, стучали, или каким-то образом снег ворошили. Они сняли все это на видео и посмеялись еще над этим. К ней обращались. У меня есть свидетели, сотрудники, которые сказали, не ставь, снег бойдет. Потому что никто не ставил, а их всего стояло две машины. Ковыске стояли, что машина не ставилась. Она поставила между Ковысками. Понимаешь? Там не было никаких предупреждений, никто меня не предупредил. Но, видимо, не успели или что. Иначе я бы не поставила туда машину. Зачем? Я же не глупая. Утром как раз там не было никого рано утром. И я поставила, ну, какое хорошее место. Вот эти козлы, которые поставили сзади машины, они уже были поставлены после. Сложно сказать, кто виноват, и она виновата. Мы все виноваты. Ведь снег, чтобы счистить с этой крыши, надо здесь движение прекратить. Но это невозможно. Его убирают, когда он, это самое, его можно спустить. Убрать машину и спустить. Для этого нужна плюсовая температура на улице. Ждешь. Когда мороз, он стоит всю зиму. Его захочешь, не стянешь. Ну, наклон на крыше он держится. Как только он подтаял, он может поехать. Машина была припаркована здесь. У него была мятина такая, вот огромная сильная мятина была. Насчитали вот 100 тысяч, но таких денег нет. За 5 тысяч отприлы это стоечки, чтобы хотя бы ездить, хотя бы ездить сейчас немножечко. Потому что с такой вот мятина, даже двери не могла закрыть. Кстати, руководство бизнес-центра считает, повреждение машины от сошедшего снега виной самой владельца и заявляет, что возмещать ущерб ей никто не будет. Продолжение следует...